Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить, как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, кто такая женщина. И вы знаете, многие женщины, да, они пошли и стали работать. И они стали производить. И они научились то, что они не умели раньше делать. Господь, слава Богу, что Он пришел, чтобы нас просветить. Поэтому Бог говорит, да, мы начинаем всегда с себя, что мы думаем, как мы это видим, как мы это понимаем. И если написано, не давайте место дьяволу, он прямо бегает и место здесь занимает. Ты говоришь, не дам место, не дам место. Дьявол прибежал, места занимает здесь в зале. И ашер отгоняют, ходят. Место дьявола не давали. Не давайте, не давайте, сказали. Это же не так, правда, что он... Но он может занять место, когда мы соглашаемся с неправильными мыслями, да, с неправильным пониманием. Вот, поэтому есть люди, которые, да, они перенесли в своей жизни, может, много-много плохого. И вот это подобное плохое, они дальше стали, что, культивировать, и размножать, и размножать. И это приводит к тому, что самое, это, конечно, печальное, когда самые близкие люди, они калечат друг друга. И не всегда это, конечно, физическое насилие. Да, где-то есть и физическое насилие, но когда люди не понимают, что они могут калечить друг друга словами, да, когда они оскорбляют, когда они унижают друг друга, когда, как написано, что на самом деле жизнь и смерть во власти языка. И поэтому, когда человек неправильно использует, ему, что дьявол это говорит, давай, давай, и он виноват, и он на твоем языке сидит, как там написано, да, что мой язык, это огонь, это огонь, это меч, это так далее, это что, это он там сидит у тебя? Тогда скажи, дьявол, выйди с моего языка. Я вырву язык тогда, да? Лучше тебе язык потерять ножницами. И ты ходишь, и ничего, да, вот так и изгнали его. Но нет, это не так все, просто. Вот, поэтому Бог, Он мудрый. Скажи, Бог мудрый. И Бог, Он все сделал самым мудрым, самым совершенным образом. И вот поэтому Бог говорит, разбирайтесь, разбирайтесь, как я это все устроил, как я это все создал. Потому что, когда вы не разбираетесь, вы не знаете, вы друг друга калечите, вы друг друга ломаете. Но поэтому Бог что сказал? Мужья, любите своих. Итак, почему Бог сотворил человека, да? Чтобы, что? Давать ему свою любовь. И чтобы научить их любить. И научить их и ценить друг друга, и уважать друг друга. Аминь. Поэтому Бог создал человека и вдохнул в него свою жизнь. И сказал, что Он им сказал? Он сказал, это мой образ и подобие. Это было все совершенное. Но что сделал грех? То есть грех Он действительно человека искалечил, изуродовал. И Он далеко-далеко уже от того идеала, о котором говорил Господь. Но благодать написана в том, что благодать Иисуса Христа в том, чтобы вернуть то, что было потеряно, что было украдено, что было разбито, что было сломано. Поэтому Он сказал, я пришел, чтобы разрушить дела дьявола, да? Дела греха. Поэтому, когда мы приходим к Богу, конечно, мы познаем Бога, и все замечательно и прекрасно. Но Бог начинает с нами дальше работать, да? И Он начинает нас учить и говорить о разных сторонах нашей жизни. И, конечно же, Бог заинтересован, какая будет семья, да? Какой будет муж, какая будет жена, какие будут дети. Почему? Потому что первое, что сотворил человек, да, Он сотворил семью. Мужчину и женщину написано. И Он не выделяет здесь, понимаете? Он не говорит, что вот один будет доминировать, а другой будет его рабом. В Библии об этом не написано. Там написано, что двое станут что? Одна плоть. Вот ты посмотри, вот твоя половина, она по идее тогда должна быть что? На полметра ниже. Ну, если кто-то относится неправильно, да, к женщине, унижая ее. То есть у тебя такой перекос был бы всего, тебя бы перекосило. Одна нога у тебя была на полметра длиннее, другая на полметра короче. Но, когда там написано, что, и когда они прилепятся друг к другу, вот прилепиться, да, и они станут одно целое. И поэтому написано, если ты любишь себя, ты любишь свою жену. И ты к ней относишься как? Как к самому себе. Ты себя не обзываешь или обзываешь? Ты себя лупишь? Ты себя оскорбляешь? Ты себя унижаешь? В основном нет. Многие скажут нет. Поэтому Бог то же самое ожидает и по отношению мужа к жене, и жене к мужу, потому что они одно, что? Целое. Одно целое. И то, что целое, то, что целое, оно тогда есть в гармонии. Оно тогда есть в этом совершенстве, в Божьем совершенстве. Хотя сейчас, конечно, многие люди, они настолько упрощают себе жизнь, что они говорят, зачем нам заводить семью, мы заведем собачку, например. Или мы заведем кошечку. Вы слышали такие люди? Люди так говорят. Ну, нехорошо быть человеку одному, да, написано. Заведу я собаку себе. Или кошечку. Но ты знаешь, конечно, у нас есть и собака, и кошечка в нашей семье. Кот, вернее. И я всегда удивляюсь любвеобильности нашей собаки. Она вот просто бежит, она бежит, и она просто требует любви. Вот она, если я даже сижу, например, она так свою морду подсунет, чтобы я ее гладил. И если я не гладу, она мне опять, типа, давай гладь меня, ты чего? Понимаете? И кажется, да, ты можешь получить такое исполнение любви. И скажешь, о, да собака гораздо лучше, там, людей, детей, еще кого-то. Но ты знаешь, это собака. Она-то тебе не подскажет, она тебя не научит, она тебе ничего плохого не скажет, но, с другой стороны, Бог так поставил, на что мы нужны друг другу, и что мы должны помогать друг другу, порой говоря правду друг о друге. Аминь? Поэтому собака тебе правду не скажет никогда. С ней, конечно, удобно. Покормила, она убежала, и все. А с человеком по-другому. И поэтому у нас другое предназначение. Посмотришь, собака забежала, тебе это в их ошибках рассказывает. Что у тебя это не это, это не это. Вот как бы ты уже к ней относился бы, да? Уже, может быть, не так бы. Поэтому мы считаем, что когда Господь сказал «нехорошо быть человеку одному», что он уснул и взял одно из ребр его и закрыл то место плотью и создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. Так что откуда она вышла-то? Она вышла из человека, да? То есть это Бог говорит о том, что вот это наша равность, что и тот человек, и этот человек, да, они человеки, люди. Но они какие? Они разные. Почему? Потому что Бог, Он знал, что мужчина, что нуждается в женщине. Знаете, до женщины, что было вообще у мужчины до женщины? Что у него было? Сначала у него был Бог. Потому что когда он вдохнул дыхание жизни, человек прежде всего встретился с Богом и пережил Божье присутствие. Второе, человек что услышал от Бога? Бог дал ему видение, да? Бог дал ему задание. Бог дал ему работу. Аллилуйя, женщины сказали. Ну, на самом деле, прежде чем вступать в брак, надо спросить своего избранника, любит ли он Бога? Любит ли он Божье присутствие? Есть ли у него видение на жизнь? Есть ли у него работа? Это по Библии или нет, друзья? Потому что многие, да нет, нет, да это не важно, это потом. Он устроится потом на работу, он потом полюбит Бога, я его научу, как любить Бога. И так далее, и так далее. То есть люди нарушают все инструкции и потом говорят, Господи, ну за что ты мне его дал? Или за что ты мне ее дал? Понимаете? То есть мы же понимаем, что если мы нарушаем инструкцию, не будет работать. Не будет работать. А потом, ну, Господи, ну благослови уже, что я наделал, что я там натворил. Поэтому Бог говорит, прежде чем творить, надо думать. Прежде чем творить, надо узнать, что Бог по этому поводу говорит. Аминь. Поэтому у нас есть замечательные инструкции для нашей жизни. И прежде чем что-то делать, посмотри, как Бог к этому относится. Что Бог говорит. Вот. Поэтому Бог сказал мужчине, создал его, сотворил его. Да, у него уже была земля, у него были животные, много животных. Но Он сказал, нехорошо ему быть одному. Почему? Потому что в Божьем плане Бог хотел, да, чтобы была еще женщина. Вы прекрасны, вы особенное творение, правда? Аминь. Аминь. Вот это уже кто-то поверил, что она прекрасная. Вот. Поэтому Бог не создал нас, да, для страданий. Бог не создал нас для того, чтобы мы мучили друг друга. Да? Бог создал нас для другой цели. И поэтому, когда мы живем по воле Божьей, есть Божье благословение, есть радость, есть гармония. Вопросом, живем ли мы так, как нам нужно жить. Правда? Вот. Поэтому мы все уникальны, друзья. Вот это радует, да? Радует, что мужчина уникален, женщина уникальна. Главное, они должны узнать, как друг к другу относиться уникально. Чтобы... Да, аминь. Вот смотрите, в этой связи Петр пишет, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитве». Вот такой интересный финал. Понимаешь, вот отношение, отношение к жене, оно подразумевает. Вообще, Бог ответит на молитву или не ответит? И он объясняет, как надо относиться тогда, да? Как написано надо относиться? Оказывая им что? Честь. Оказывая им честь. Слава Богу. И тогда что? У вас не будет препятствий вашей молитвенной жизни. Слава Богу. Поэтому мне нужно почитать свою жену, чтобы у меня не было препятствий в молитве за вас, за церковь, за другое. Если бы я даже и хотел, он ее, я бы сразу вспоминаю. Господи, ведь она же Божий служитель. Она женщина. Я должен ее почитать. Знаете, почему я говорю? Потому что мы не научены почитать друг друга. А нам нужно этому учиться. Мы в другой культуре выросли, где никто никого не почитает, никто никого не ценит, не уважает и так далее. Только когда напившись и они друг друга говорят, «Ты меня уважаешь?» А в трезвости нет, конечно. Но, видать, эти сокровенные, глубинные мысли, они выходили только в этот момент. Потом они иногда друг к другу били морды, может быть, из-за сильного уважения или неуважения друг к другу, но это уже другая часть. Итак, что говорит Господь? Чтобы мы оказывали им честь. Итак, положение женщины. Посмотрите, что говорит Библия. Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – Христос. Это вы все знаете, да? Мужчины, знаете? А глава женщины – ее муж. А глава Христа кто? Бог. Видите, то есть, Господь так устроил, Господь так создал и сделал, что мы все друг другу нужны и все друг другу важны. Аллилуйя! И вот это и есть Божий совершенный план. И когда ты это понимаешь, тебе легче, тебе лучше, тебе радостней. Правда? Ты говоришь, Господь, ты так создал, так сделал. Поэтому я не буду делать по-другому. Я не буду идти против тебя. Но мы знаем, что дух этого мира – это дух непослушания, это дух бунта, независимости. И поэтому то, что терроризирует людей, нападает на них, если они соглашаются с этим злым духом, непослушания, соответственно, их проблемы только что увеличиваются и увеличиваются. Поэтому мы знаем, что Иисус Христос, который пришел на землю, он равен Отцу или нет? Он меньше Отца. Дух Святой? Нет. Ведь это пример того, что в Троице мы понимаем, что Бог, Сын и Дух Святой, они равны. Но у них разные роли. Поэтому, когда говорят, кто главнее, отец главнее, или сын главнее, или Дух Святой главнее, мы как бы со своей колокольней смотрим. Они все главные. Но у каждого из них своя роль. Слава Богу! И поэтому, когда Бог говорит, что да, мужчина, у тебя глава Христос, жена, у тебя глава муж. Для чего? Для чего все это говорится? Для того, что мы равны, но имеем разные цели. И это важно понимать. Потому что, когда мы все переворачиваем, это превратный ум называется. Вот. Поэтому я хотел больше остановиться, сейчас найду, наверное, это место Писания, что Бог хочет, что Бог хочет от нас всех. И Он хочет, чтобы мы, как люди Божьи, понимали Бога лучше всего, чем кто-либо другой. И вот призвание. Хотел немножко сказать о призвании и мужчины, и женщины, но больше, наверное, о призвании женщины. Потому что, когда Бог створил женщину, Он сказал, что это будет? Кто это будет? Это будет помощник. Да? Я еще тоже коснусь темы и предмета, что такое быть помощницей своему мужу. Это носить портфель его, мыть за него посуду, там постель убирать. Ну ты же помощница, типа давай, помогай. Вот. Смотрите, я хотел сказать, главное, что когда мы понимаем друг друга, мы друг другу помогаем исполнять призвание, исполнять предназначение. И вот я, когда смотрю на свою жену, я понимаю, что если бы не я, то не она. Если бы не она, то и не я. То есть мы друг другу помогали, когда мы спаслись, когда мы стали познавать Бога, когда Бог стал нам открывать свое призвание. Я рассказывал свою историю, как мне нужно было, оставить свою работу, службу и пойти, как бы, казалось бы, в никуда, но верою, доверяя тому, что сказал Господь. Если бы меня жена не поддержала бы, а сказала, ты что надумал? Ну-ка иди работай, ну-ка делай это. Мы как будем жить? Мы умрем с гол, ты с ума сошел, со своим Богом и так далее, и так далее. Но моя жена, она меня всегда поддерживает. Слава Богу за нее. Она меня поддерживает, и поэтому мы вместе решаем, вместе обсуждаем и приходим к этим выводам и решениям. И я также смотрю на нее, я вспоминаю, потому что когда я там еще отрубил в трубы, как говорится, и бил в барабаны, моя жена, она работала в регистратуре, в больнице. Все, наверное, были в больнице, знаешь, что такое работать в регистратуре? Потому что мы каждый, кто-то приходил, и как бы это известная профессия. Но я так часто думаю, вот если бы, если бы она не спаслась, и если бы она не пошла дальше за Богом, она бы сейчас так и сидела бы в этой регистратуре, наверное. Я почему об этом говорю? Потому что, вы знаете, многие люди, они так и не раскрыли свой потенциал, потому что они побоялись выйти из своей привычной лодки. Они побоялись пойти дальше за Богом. И многие люди говорят, о, мне там еще осталось до пенсии, там 20 лет доработать немножко. Мне еще тут тоже десяток лет потерпеть, и там все исполнится. Знаете, мы можем пропустить, пропустить этот Божий поезд. Это время Кайрос. И можно было бы и мне там еще до пенсии ждать, и Лидии там еще, и так далее. Но вы знаете, когда Бог движется, и Он говорит, иди за мной, ты должен идти за Ним. И потому что она пошла за Богом, я пошел за Богом, мы пошли вместе, конечно же, то, что стал делать через нее Бог, я бы никогда бы не поверил, что вот она может так петь, она может руководить, она может там постановки ставить, записывать альбомы. Вот, ну, человек с регистратурой, извините, о чем вы говорите, о чем вы говорите, вы что себе надумали? А я вижу просто, да, Бог говорит, я создал человека другим. Он, потому что у Него неправильная вера, неправильное мышление, неправильное поведение и неправильная жизнь. Но Бог для того и пришел, чтобы все, что Он задумал, оно исполнилось в нашей жизни. И поэтому, дорогие женщины и дорогие мужчины, не бойтесь идти за Богом. Не бойтесь выйти из своей лодки, потому что можно, да, всю жизнь где-то просидеть, вроде бы нормально, вроде бы спокойно, вроде бы это самое, но когда пройдут годы, и ты поймешь, что ты не исполнил Божьего призвания, будет очень и очень, мне кажется, обидно и печально. И вот поэтому, когда Господь создал человека, Он говорит, я дал вам видение, я дал вам цель, вот, вся земля перед вами, вот, делайте это, делайте вот это. Что Бог ожидает от нас? Веры и согласия. Аминь. Вера и согласия, да, и это дает тебе, что, смелость. Смелость. Когда ты начинаешь двигаться вместе с Богом, это ты попадаешь, как я говорил недавно, в добрую почву. Понимаешь? Добрая почва. Это место воли Божьей. Потому что мы, помните, читали, рассуждали еще там по этой притче, туда сел, сюда сел, туда сел. Ничего не получилось, не выросло, да? Одно заглушило, другое, третье. И только где? И когда семя попало в добрую почву, оно принесло много плода. И вот это Бог, это Его воля, друзья, и для мужчины, и для женщины попасть в волю Божью. И там ты раскроешься, там ты расцветешь, там ты действительно станешь кем тебя Господь и задумал. Аллилуйя! Поэтому это то, что Бог хочет вложить в наши сердца. И Он говорит, и Он зовет нам, и Он говорит, давай, 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 ты станешь садом. Аминь. Ты должен стать садом. Не какой-то морковкой просто. Он говорит, сад. Ведь в Исаии написано, доколе не зальется на нас Дух свыше пустыни, а не сделается садом. А сад не будут читать лесом. Это то, что Бог, говорит, будет распространяться, умножаться. Вы принесете, как сказал Иисус, много плода и прославите этим Бога. Много плода. Где? В доброй почве. В доброй почве. Поэтому мы должны знать, где добрая почва, где Господь, куда Он меня зовет, что Он от меня хочет. И точно так же семья, друзья. Семья тоже может быть доброй почвой, а может быть и недоброй почвой. Правда? Потому что именно в доброй почве все раскрывается. И когда мы знаем, что такое добрая почва, то в нашей семье и мы раскрываемся, и дети раскрываются, и мы благодарим Бога, потому что, говорим, Господь, вот если бы не Ты, действительно был бы я регистратором, был бы я калькулятором, был бы я еще там кем-то. Но в том-то и дело, что когда Бог приходит, Он дает тебе перспективу, перспективу, Он дает тебе видение, Он дает тебе призвание. Слава Богу! И вот последнее, наверное, то, что я сегодня успеваю, уже времени много, это то, что Бог сказал, что женщина, она кто? Она помощник. Я еще раз прочитаю вот это местописание и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Почему? Я специально там смотрел разные слова, и в расширенных переводах говорится, что как бы не одному, потому что он как бы некомплект, неукомплектованный он. Можно сказать, нехорошо быть в машине без колес, например, да? Или там нехорошо и быть без двигателя, или еще без чего-то. Почему? Потому что это не комплект, не полностью. Сотворим ему, помощника, соответственного ему. И вот здесь я вгрызл слова расширенного перевода, и там написано, а что такое соответственный? Это удобный, подходящий, адаптированный, подобный, комплект, взаимозаполняющий. Слава Богу! Слава Богу! Вот поэтому это все гармония, это все четко получается. Оно подходит, понимаешь, подогнанно. Это все равно, что, например, тебе дали вот, ну как бы, костюм, но не твой размер. Я стою здесь, у меня вот рукава вот такие там висят, да? А штанишки, наоборот, вот коротенькие такие. Я такой хожу, ну что мне выдали? Вот поэтому некоторая семейная жизнь, она похожа, вот как будто ты не свое надел, не твое, не комплект, не подходит, не соответствует тебе. Но когда это соответствует тебе, это помогает тебе. И поэтому женщина, она помощник. Помощник, слава Богу за мою жену, помощник мой, лучший помощник. Вот. И вы знаете, это то, что Бог хочет для каждой семьи, для каждой женщины, чтобы она поняла, что она помощник. Аминь или нет? Знаете, многие этого не понимают, мужчины этого не понимают, женщины этого не понимают. Когда они не понимают, то тогда не комплект получается, да? Не подходит, не получается, не соответствует. И вот эти перекосы, о которых я говорил, либо там матриархат полный, да, либо женщина, вообще она никто. Но смотрите, Господь, как нам вот написано, потому что оставит человека отца своего и мать, и прилепится. Вот именно слово прилипнуть здесь. Слово прилипнуть, вот это слово полное единство. И будут два, одна плоть. Поэтому Бог так создал, и мы должны согласиться и сказать, аминь. Слава Богу, Ты так создал, Господь. И Господь, конечно, ничего зря не создал. Мы тоже должны знать. И поэтому, если женщина помощник, мы должны принимать от нее помощь. Мы не должны говорить, что я мужчина, я там то, не надо мне, не учите мне, не говорите мне. Конечно, бывает иногда, женщины много-много говорят, вот тебе надо то, тебе надо это, тебе надо вот это. И когда они постоянно это говорят, говорят, а мужчина не понимает, что она говорит, потому что она помочь ему хочет. Например, жена хочет, чтобы муж спасти, хочет. Но она постоянно говорит, ты должен спастись, ты должен читать Библию, ты должен то, ты должен то. А он говорит, отойди от меня, отойди. Нет, ты еще должен ремонт сделать, ты еще должен то сделать. И как бы понятно, почему он на все время говорит. Она же помощница? Или нет? Но когда муж не понимает, что она помощница, он говорит, да хватит тебе, ты мне достала уже, у меня нет времени, у меня нет того. И он как бы ее как муху назову, либо отгоняет, отгоняет, уже начинает злиться. Хватит, 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 хватит. Но когда ты понимаешь, что жена твоя помощница, принимай помощь, Слава Богу! Говорит, ты это сделал, ты молился сегодня на ночь. Ты вот это сделал или не сделал. Конечно, я понимаю, в каком тоне это говорится, да? В каком тоне, как это преподносится. Потому что, когда это не в правильном тоне, это не как помощь будет, да? Потому что жена, она не подобна пилетам или еще там, что уже пилит, пилит. Нет, это по-другому. И когда женщина хочет помочь, она должна также и говорить с таким отношением, правда? Не просто сказать, о, ты ничего не делаешь, ты такой, ты вот сикой. Знаете, иногда жены, да, они часто сравнивают своих мужей с другими. Вот сосед-то наш, ты посмотри на него. Вот и сарай он там сделал, и вот это, и гуси у него там ходят, и вот это. Вот, а ты-то ничего не можешь сделать. И вообще, мне мама говорила, зря ты за него замуж. Понимаете? И вот, когда начинаются такие вещи, это что? Это унижение человека, правда? Ведь помните, что главное, в ефесянам написано, мужья, любите своих жен. Там несколько раз повторяется, повторяется, повторяется. Почему? Потому что они должны любить жен. Жены созданы для любви. Аллилуйя. Ну, я люблю рыбалку там, я люблю мясо, я люблю... Ну, написано, любите своих жен. А жены что должны делать? Уважать своих мужей. Вы знаете, вот Бог сказал, ты должен делать это, а ты должен делать это. И поэтому, если есть уважение, то другая реакция, правда? Когда с уважением говорится там, а не построит ли тебе сарай, дорогой? Ну, там, я не знаю, что там может быть, что там вам полезно, да? А не приби ли тебе гвоздик там? И тогда он думает, а он меня уважает, я лучший прибиватель гвоздей. Как прибью сейчас пойду. Счастливый такой, довольный, да? Уже не то, что не надо, прибил, потому что ему понравилось. Так же и жена. Когда ее любят, когда к ней так относятся, конечно, ей хочется и то, и то, и то. Кто-то сказал, что если счастлива жена, то счастлив и муж. Если несчастна жена, то несчастлив и кто? И муж несчастлив. Поэтому хочешь быть счастливым? Муж, сделай жену счастливой. Жена хочет быть счастливой? Сделай мужа счастливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова